Джалабадский государственный университет имени Бекмамад Осмонова, Джалабадский колледж, преподаватель русского языка и литературы Анвар Кызы Гульбю. Тема урока «Жизнь и творчество» Лев Николаевича Толстого. Цели урока – углубить знания и творчество Лев Николаевича Толстого, развивать речь и логическое мышление, воспитывать добрые отношения к людям, учить понимать чужую боль. Лев Николаевич Толстой, прозаик, драматург, публицист, родился 9 сентября в имени Ясная Поляна, Тульской губернии. По происхождению принадлежал к древнейшим аристократическим фамилиям России. Получил домашнее образование и воспитание. Детство. Его мать, урожденная княжня Волконская, умерла, когда Толстому не было еще двух лет. Но по рассказам членов семьи он хорошо представлял себе ее духовный облик. Отец Толстого, участник Отечественной войны, запомнивший писателя добродушно, насмешливым характером, любовью к чтению, к охоте, тоже умер рано. В 1837 году воспитанием детей занималась дальняя родственница Иргольская, имевшая огромное влияние Толстого. Она научила меня духовное ослаждение любви. Детские воспоминания всегда оставались для Толстого самым радостными и отразились в автобиографической повести детства. Толстой был четвертым ребенком в семье. У него было три старших брата – Николай, Сергей и Дмитрий. В 1830 году родилась сестра Мария. Его мать умерла с рождением последней дочери, когда ему не было еще двух лет. Казанский университет. Когда Толстому было 13 лет, семья переехала в Казань, в дом родственницы и опекунши детей Юшковой. Живя в Казани, Толстой два с половиной года готовился к поступлению в университет. В 17 лет он поступает туда. Лев Николаевич Толстой уже в то время знал 16 языков, много читал, изучал философию. Но занятия не вызывали у него живого интереса, и он страстно предался светским развлечениям. Женщиной играл в карты. Весной 1847 году, подав прощение о повольнении из университета, Толстой уехал в Ясную Поляну с твердым намерением. После лета в деревне осенью в 1847 году Толстой уехал сначала в Москву, затем в Петербург, чтобы держать кандидатский экзамен в университете. Образ его жизни в этот период часто менялся. Тогда же у него возникло серьезное желание писать. В 1851 году старший брат Николай, офицер действующей армии, уговорил Толстого ехать вместе на Кавказ. Почти три года Толстой прожил казачьи станицы на берегу Терека. На Кавказе Толстой написал повесть «Детство» и отправил ее в журнал «Современник». Не раскрыв свое имени, литературный дебют сразу принес Толстому настоящее признание. Крымская компания. В 1854 году Толстой получил назначение в Дунайскую армию, Бухарес. Скучная штабная жизнь заставила его перевестись в Крымскую армию, где он командовал батареем в четвертом бастионе, проявив редкую личную храбрость. В Крыму Толстого захватили новые впечатления и литературные планы. Здесь он начал писать цикл севастопольских рассказов. В ноябре 1855 году Толстой приехал в Петербург и сразу вошел в кружок «Современника», где его встретили как великую надежду русской литературы. Осенью в 1856 году Толстой, выйдя в отставку, уехал в Ясную поляну. В начале 1857 году за границу он побывал во Франции, Италии, Швейцарии, Германии. Осенью вернулся в Москву, затем в Ясную поляну. Народная школа. В 1859 году Толстой открыл деревню-школу для крестьянских детей. В 1862 году издавал педагогический журнал «Ясная поляна», книги «Азбука» и «Новая азбука», а также детский. В сентябре 1862 году Лев Николаевич Толстой женился на дочери врача Софии Андреевне Берс. И сразу после венчания увез жену из Москвы в Ясную поляну. За 17 лет совместной жизни у них родилось 13 лет. В 1870 году, живя по-прежнему в Ясной поляне, продолжал учить крестьянских детей и развивать в печати свои педагогические взгляды. Толстой работает над романами «Война и мир», «Анна Каренина», «Повесть казаки», первое из произведений, в которых великий талант Толстого был признан гениальным. Годы переломок круто изменили личную биографию писателя. Поздней осенью в 1910 году ночью тайно от семьи Лев Николаевич Толстой, сопровождаемый лишь личным врачом Маковицким, покинул Ясную поляну. Дорога оказалась для него непосильной. В пути Толстой заболел и вынужден был сойти с поезда на маленькой железнодорожной станции Остапова. Здесь, в доме начальника станции, он провел последние семь дней своей жизни. Событием общероссийского масштаба стали похороны Толстого в Ясной поляне. 10 ноября 1910 года был похоронен в Ясной поляне на краю оврага в лесу, где в детстве он вместе с братом искал зеленую палочку, хранившую секрет, как сделать всех людей счастливым. Всю свою жизнь Лев Николаевич Толстой пополнял свои знания, был высокообразованным человеком. В своих произведениях Лев Николаевич Толстой говорил, что человек может называть только тот, кто трудится, кто делает добро другим людям, кто честно исполняет свой долг. «Стыдно, недостойно человека жить чужим трудом» Лев Николаевич Толстой.